Здравствуйте! В эфире программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. Состояние оперативной обстановки на территории округа, количество происшествий, итоги оперативно-профилактических мероприятий и информации по линии безопасности дорожного движения. На Ринмаре почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Отделом по организации дознаний окончено расследование 15 уголовных дел, возбужденных в отношении водителей за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И завершился финальный этап всероссийского конкурса «Народные участковые-2020». В период времени с 9 по 15 ноября на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 173 сообщения о происшествиях. Из них 8 преступлений. 31 гражданин привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В период времени с 13 по 15 ноября на территории города Наринмара и поселка Искателей проводилось оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Проверено 42 места концентрации подростков. 35 магазинов. Нарушений не выявлено. С 1 октября по 15 декабря текущего года на территории округа проводится общероссийская акция «Призывник», направленная на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Жители округа могут сообщать обо всех фактах распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей по телефону 02 с мобильного 102, 6 00 47 и 4 21 26, а также по телефону доверия с абонентским номером 4 21 52. Анонимность гарантируется. На территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». С начала 2020 года граждане добровольно сдали в Росгвардию и полицию 15 единиц незаконно хранившегося оружия. Двое жителей села Нейсненецкого автономного округа обратились в Росгвардию, чтобы получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия. Участникам региональной программы гарантируют полное освобождение от уголовной ответственности и выплату до 15 тысяч рублей за одну единицу. Два гладкоствольных охотничьих ружья советского производства, 40-летний и 20-летний тундровики сдали участковому полномоченному полицию. По мнению мужчин, подержанное оружие с признаками кустарного ремонта могло принадлежать покойным родственникам. Поступившие ружья не состоят на учете войск Национальной гвардии. Предметы направили на криминалистическую экспертизу для проверки на пригодность к производству выстрела. По результатам будет принято решение о выплате незаконно послушным гражданам денежное вознаграждение. Постановлением администрации округа 21 февраля 2019 года номер 32П утверждены следующие размеры вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия. 15 тысяч рублей за одну единицу боевого оружия. 6 тысяч рублей за одну единицу служебного, спортивного или охотничьего нарезного огнестрельного оружия. 4 тысячи рублей за одну единицу гладкоствольного огнестрельного оружия. 3 тысячи рублей за взрывное устройство и также 3 тысячи рублей за одно самодельное стреляющее устройство. 2500 рублей за одну единицу газового, травматического или сигнального оружия. 10 рублей за один патрон к боевому оружию. 5 рублей за один патрон к гражданскому или служебному оружию. 500 рублей за средства взрывания, электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в штуках, огнепроводной и электрободной шнуры в метрах, действующие или подлежащие восстановлению. В период с 9 по 15 ноября текущего года на территории Нинска автономного округа в сфере безопасности дорожного движения возбуждено 96 административных производств за правонарушения в области безопасности дорожного движения с материальным ущербом 7 дорожно-транспортных происшествий. В числе нарушений правил дорожного движения 21 постановление о привлечении к административной ответственности вынесено в отношении граждан с непристегнутым ремнем безопасности. 4 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими соответствующего права. 3 административных материала составлено в отношении водителей за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Кроме того, в отношении двух водителей составлены административные материалы по признакам опьянения по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Окружная госавтоинспекция напоминает, за управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном управлении транспортным средством, лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель привлекается к уголовной ответственности по статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Помимо вышеуказанных мер, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет. Уважаемые жители округа, сообщайте о фактах управления нетрезвыми водителями в дежурную часть Управления МВД России по Нинском автономному округу по телефону 02 с мобильного 102 8 818 53 4 21 26 Телефон доверия 8 818 53 4 21 52 С 13 по 14 ноября в городе Наринмаре и поселке Искателей проводилось специальное мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверено 80 единиц транспорта, составлено 18 административных протоколов. По статистике, наибольшее количество задолженностей – это административные штрафы за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации, среди которых самое распространенное – превышение скоростного режима. На территорию Нинского автономного округа функционирует 15 стационарных комплексов фото-видеофиксации. За текущий период 2020 года с использованием комплекса фото-видеофиксации вынесено 12 353 постановления по делам о административных правонарушениях в отношении собственников транспортных средств, выявленных за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации. В отношении 55 собственников транспортных средств составлено 142 административных протокола по части 1 статьи 2025 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, которые направлены для рассмотрения в установленном порядке в Мировой суд Нинского автономного округа. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в двухкратном размере от неуплаченной суммы, но не менее 1 тысячи рублей. Административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам, что административный штраф необходимо оплатить в течение 60 дней и рекомендуют гражданам пользоваться порталом государственных услуг, чтобы своевременно узнать об административных штрафах. В связи с изменением погодных условий и образованием гололеда на дорогах города сотрудники госавтоинспекции призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного решима, дистанции между автомобилями, проезда перекрестков и пешеходных переходов. Остабое внимание необходимо обратить на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Для видимости ребенка на дороге в темное время суток родителям необходимо к одежде или портфелю прикрепить световозвращающие элементы, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Также взрослые должны позаботиться о своей безопасности на дороге, прикрепив такие же приспособления. В соответствии с резолюцией Генассамблеи Организации Объединенных Наций 3 воскресенья ноября считается Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 15 ноября на площади имени Ленина города Наринмара сотрудники отдела ГИБДД совместно с представителями общественного совета и учащимися от средней школы номер 3 почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Участники мероприятия почтили минутой молчания, зажгли свечи и пустили в небо белые воздушные шары. А также с плакатами привлекали внимание как водителей, так и пешеходов. Останавливая транспортные средства, водителям и пассажирам рассказывали о дне памяти, призывали к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, вручали информационно-правовые памятки, направленные на внимательность и осторожность всех участников дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции округа выражают соболезнования гражданам, у кого близкие стали жертвами дорожно-транспортных происшествий, и призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательным и строго соблюдать правила дорожного движения. Сегодня в МВД России состоится торжественная церемония награждения победителя юбилейного 10-го Всероссийского конкурса «Народные участковые-2020». Нинецкий автономный округ представлял победитель регионального этапа конкурса старший участковый уполномоченный полиции Владимир Колесниченко, обслуживающий административный участок Канинского сельского совета, включающий в себя населенные пункты село Несь, деревня Чижа и деревня Мглово. Руководство и личный состав и участник конкурса Владимир Колесниченко выражает слова благодарности всем гражданам за голос, отданный в его поддержку. За период голосования наш участковый набрал 852 голоса. Торжественная церемония награждения и вручение главного приза внедорожника «УАЗ Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится сегодня в МВД России в день профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции. В течение 10 месяцев текущего года на территории округа сотрудниками отдела ГИБДД выявлено 19 водителей за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Отделам по организации дознания ОМВД в отношении граждан возбуждены 18 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Дознавателями окончено расследование и направлено в суд для рассмотрения и принятия решения по существу 15 уголовных дел. В ходе судебных заседаний один гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца. В отношении 8 граждан судом вынесено решение о назначении наказания в виде обязательных работ от 300 до 400 часов. И 2 гражданина привлечены к ответственности в виде административного штрафа в размере 220 тысяч рублей. При управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель привлекается к уголовной ответственности по статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 2 лет, с лишением права управления транспортным средством сроком до 3 лет. Уважаемые граждане, если вам известны сведения о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, просьба сообщить дежурную часть полиции по телефону 02 с мобильного 102, либо 421-26, а также на телефон доверия с абонентским номером 421-52. Анонимность гарантируется. Вы смотрели выпуск программы «Дежурная часть». Будьте внимательны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова